У православных Радоница по церковному календарю день поминовения усопших. Его еще называют Большим Родительским Днем. В Брянской области 21 апреля рекомендовано сделать выходным. На Красноармейской улице около Центрального кладбища ограничено движение, а в храмах прошли праздничные службы. В Кафедральном соборе сразу две божественные литургии собирали прихожан. Одна в 7 утра, другая в 9. Сделано это для того, чтобы православные успели доехать до дальних кладбищ. И песнопения особенные, торжественное пасхальное богослужение, на котором уже поминаются усопшие. В храме целый поминальный стол. Хлеба, пасхальные куличи или окрашенные яйца, конфеты, печенье. Прото-иерей Сергей Рысин читает записочки. Прихожане их подавали перед литургией. Мы совершаем молитву о упокоении наших родных и близких. Поэтому каждый христианин, конечно, по возможности должен присутствовать на божественной литургии. Литургия – это служба, как раз переводится литургия, как «общее дело». Это литургия, богослужение, за которой мы и совершаем общую соборную молитву о упокоении наших родных и близких. Ни на Пасху, ни на Светлую Седмицу умерших не поминали в церквях, не служат панихиды, не ходят на кладбище. Радоница – первый день, когда вспоминают умерших родственников. Древние восточные славяне, они именно в эти дни и совершали поминовение своих усопших. И в разном месте по-разному назывались. Где-то «радощами», где-то «радованицы» и другие названия были. Когда христианство стало на Руси распространяться, то не ломались традиции языческие. Просто было преподано переосмысление в христианском мировоззрении. После службы Лидия Ивановна отправилась на Тимоновское кладбище. Здесь муж, дочь. Она с детства жила в Супонево. Обычаи усвоила еще в отрочестве. Яичко принес, печенье принес, консетки посидеть, скатерть. Раньше, как вы говорите, не было столиков. На столике у меня лежали. Мы ссали все на могилочку. Скатерть все стояли и на могилочку положили булочки, печеница, все такое. Вот и все. А молодежь сейчас, видишь, богатая стала. Начали спиртные напитки иметь. Христос воскресе раньше привели, а сейчас никто не поет. На могиле зажигают свечу, молятся, читают акафист. Об упокоении души усопшего поют пасхальный тропарь. Христос воскресе из мертвых. Это по канонам. По факту, весь обряд упрощен до общения за трапезой. У язычников это был религиозный аспект. То есть они тем самым считали, что они подкрепляют души своих умерших. То есть кушая пищу на их могилах. Христианство, конечно же, так не считают. Поэтому христианин, посетив могилу близких своих, он также там возносит молитвы. Православная церковь празднует Пасху до 40-го дня. Вторник после Красной Горки в Брянске прошел без эксцессов. Мария Сергеенко, Игорь Винничук, телеканал РЕН-ТВ, Брянск.